Здравствуйте! Меня зовут Марина Романюк и я ведущая информационной программы «Неделя города». Как обычно, подводим итоги рабочих дней. Мои коллеги расскажут, что важного случилось с понедельника по пятницу. Смотрите далее. Чем грозит заброшенная баржа? Природоохранная прокуратура начала проверять распил старого корабля в районе Барковского карьера. Безопасность превыше всего. Сотрудники госавтоинспекции продолжают рейды. Особая проверка касается автобусов, перевозящих детей. Рука помощи блогеры-журналисты из Рязани представила новые проекты по поддержке онкологических больных. Сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили в Барковском карьере прямо на берегу Аки частично распиленную баржу. По требованию правоохранителей работы были приостановлены. Чем грозит акватория этот распил, расскажем далее. Это теплоход АК-20. Вернее, его половина. Второй уже, видимо, отправили на металлолом. Довести задуманное до конца резчикам не позволила Рязанская природоохранная прокуратура. Вообще, утилизация судов – одна из самых опасных процедур, в первую очередь для экологии. При разрезании корпуса корабля используются высокотемпературные кислородные горелки. Разделка судна осуществляется в водном объекте, то есть частично судно находится в водоеме. То есть это попадание нефтепродуктов в воду, то есть загрязнение почвы, в том числе те же металлы. Металлы – это отходы, то есть имеют свой класс опасности ввиду того, что они также могут быть загрязнены нефтепродуктами. К моменту приезда нашей съемочной группы на участке находилось двое. Увидев нашу камеру, от комментариев они отказались. Да, в общем-то, все и так ясно. Как выяснила природоохранная прокуратура, судно распиливают без соблюдения мер безопасности. Остатки топлива и другие смеси могут попасть в воду. В настоящее время прокуратурой направлены запросы в многие органы контроля для отдачи оценки по данному факту. И с целью устранения выводных нарушений прокуратуры подготовлено исковое заявление о запрещении работ в водоохранной зоне Барковского затона река АК с нарушением природоохранного законодательства. Пока что вообще все работы здесь приостановлены. Как говорится, до выяснения. К итогам проверки природоохранной прокуратуры мы еще вернемся. И к мерам реагирования тоже. Герман Гущин, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Под контролем сотрудников Рязанской госавтоинспекции находятся автобусы, которые осуществляют организованную перевозку детей. Это особенно важно в преддверии учебного года. В следующем материале расскажем, как идет осмотр авто. Проверка кажется вполне обыденной. Сотрудник ГИБДД и технический специалист проверяют уровень выхлопных газов. Показатели газоанализатора вроде как в норме. Но это еще не все. Аптечка, огнетушитель, все на месте. Сроки годности не превышены. Это важно. Ведь если, например, просрочена аптечка, считается, что у водителя она отсутствует. Проверяются все комплектующие автобуса. Сотрудники госавтоинспекции осуществляют проверку технического состояния всех транспортных средств, связанных с массовой перевозкой несовершеннолетних. Сотрудники госавтоинспекции проводят корректировку документации, проверку технического состояния, наличие всех необходимых элементов, прописанных требованиями правил дорожного движения. Такие как аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки. А также проверяют работоспособность тахографа, приводов дверей, устройство приведения в действие аварийного выхода и многие другие. Проверка школьных автобусов организована в преддверии учебного года. Нарушений практически нет, только мелкие огрехи, которые обещают исправить за пару дней. Но сама операция автобус-мероприятие куда масштабнее. Проверяют весь транспорт, который перевозят людей. Просто в августе большое внимание уделяется именно школьным автобусам, потому что они перевозят самых важных пассажиров предстоящей осени – детей. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Известный онкоблогер и журналист Ольга Ушакова в Рязани представила свои новые проекты по поддержке онкопациентов. На форум пригласили лучших специалистов и ведущих экспертов страны. Максим Васильев продолжит. Онкология – не приговор. Правоту этого тезиса известный блогер и журналист Ольга Ушакова уже несколько лет подтверждает своей собственной жизнью. В 2015-м она перенесла операцию, после которой врачи настоятельно рекомендовали не заниматься физическими нагрузками. Но Ольга не сдавалась. Начала заниматься штангой и сегодня ей принадлежит рекорд России для онкобольных – 285 килограммов. Стремление жить обычной жизнью – главный посыл ее проектов в Ютубе и на ТВ. У нас несколько проектов. Один самый важный и главный – это Онко-ТВ, канал на Ютубе, который делают онкопациенты сами. Силами онкопациентов делается. Это канал, он нацелен на информирование онкопациентов, где мы рассказываем о том, какие методы лечения существуют, о диагностике, это интервью с врачами, это история онкопациентов, это полезные советы. Если случился рак в жизни, то это не значит, что жизнь на этом закончилась. Сейчас жизнь продолжается и мы хотим рассказать о том, что эта жизнь может быть еще и качественной. Приезд группы онкобольных в Рязань – это часть большого проекта Ольги Ушаковой «Путешествуй с нами». Социальная адаптация и реабилитация – здесь ключевые понятия. Главная задача – дать понять людям с онкологией, что они не одни. Им по-прежнему доступны все жизненные радости. Целью таких мероприятий – это показать и доказать нашим пациентам, что жизнь с диагнозом онкологическое заболевание, она не закончилась. И не просто жизнь, а активная жизнь. Для того, чтобы для наших пациентов дать надежду, дать новое понимание, что все-таки онкология – это излечимое заболевание. И с этим заболеванием надо жить, бороться и выздороветь. Рак молочной железы – одно из самых серьезных женских заболеваний. Но никакой депрессии быть не должно, говорят врачи. Более того, если раньше считалось, что физиопроцедуры, баня, массаж онкобольным противопоказаны, то сейчас все изменилось. В 2020 году вышли новые клинические рекомендации, согласно которым мы можем и должны проводить реабилитационные мероприятия онкологическому пациенту. Потому что, слава богу, благодаря развитию медицины, развитию онкологии, наши пациенты стали жить. И стали жить долго. У меня буквально на прошлой неделе на приеме была пациентка, у которой случилось прогрессирование рака молочной железы в 2003 году. И с 2003 года она получает лекарственное лечение. Ну, тот или иной другой вид терапии, и она живет. Жить полноценно – значит радоваться каждому новому дню. Эта группа порадует себя поездкой в Константиново, на родину Сергея Есенина. Они отправятся вместе с Ольгой Ушаковой. И как вполне обычные туристы. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Очередной ручеек поставки наркотиков в Рязань пресекли оперативники ОМВД России по Рязанской области при силовой поддержке спецотряда «Гром». При личном досмотре в ручной кладе одного из мигрантов полицейские обнаружили большую упаковку, в которой находилось более сотни закладок с героином. Подробности далее. Его брали прямо на автовокзале. Эффектно – по киношному. Отойти от шока приезжему не удалось даже спустя какое-то время. Колодца начал сразу. Наркотики при себе имеются? Да, имеются. Где? На сумке. Что там? Как упакованы они? Упакованы на черный пакетик. Черный пакетик или сверток? Пакетик черный. Вот такой маленький квадратный. 24-летний мигрант из Средней Азии в Рязани, по его словам, уже не первый раз. Около сотни героиновых шариков в сумке – новая партия для распространения в городе – 575 граммов. Остальное было спрятано в схроне, в Люберцах. Полицейским стало известно, что на территории Московской области находится тайник с оптовой партией героина, предназначенный для поставки в Рязань. Правоохранители выехали в город Люберцы, обнаружили, извлекли из земли сверток с наркотиком массой 1,668 граммов. Следователи, следственное управление УВД России в Рязанской области завершено уголовное дело о вкушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас курьер под стражей. По статье 228 ему грозит до 15 лет лишения свободы, если, конечно, он не пойдет на сделку со следствием и не раскроет другие известные ему каналы поставок. Максим Васильев, телекомпания «Город». В Рязани две бойцовские собаки загрызли соседскую дворняжку. Ситуация произошла в районе Мервина, где расположены частные дома. Хозяин двух питбулей на протяжении полутора лет устраивает своим собакам самовыгул. Они носятся по улицам, забегают в чужие полисадники, набрасываются на людей. Пока обошлось без человеческих жертв. Но с разницей в две недели собаки успели загрызть кошку и соседскую дворняжку. Эти питбули с бешеными глазами, как говорится, почувствовали кровь. Дворняжка, принадлежавшая Наталье, была жестоко убита этими псами. Питбули проскользнули в открытую калитку чужого полисадника. Дочь Натальи рассказала детали. Они сразу загрызли собаку, перегрызли горло. И потом эти питбули не отходили от трупа. Они догрызали. Они, получается, просто разминали череп вот этой собаки. То есть это было долго. Мы ждали полицию. Закрыли, чтобы эти собаки дальше не побежали кого-то грызть. Мы закрыли плисадник. В это время хозяин питбулей спокойно курил у себя на крыльце, наблюдая за происходящим. Как говорят местные жители, он частенько бывает навеселе и практически ежедневно выпускает своих псов на самовыгул. От комментариев мужчина отказался. Отвалите от меня. Все, закрылся. С собаками в Мервино вообще непросто. Частный сектор все-таки. Например, одна из местных жительниц завела себе целую свору собак. Соседи вначале думали, что это официальный приют. Оказалось, нет. Мы недовольны, что там 20 собак находятся. Они лают, а ответом пишут, что они якобы гавкают только тогда, когда подходят к вольерам. Это неправда. Одну зимой козу съели почистую. Три собаки неизвестные. А весною бультерьеры отстояли. Она до сих пор рваная, уши рваные. Клоке заметно, что она. Отстояли ее. Вот такие собаки. Это вот из этого приюта? Да. Они сбегают оттуда? Они сначала сбежали. Приют не был подготовлен изначально. На встречу с местными жителями пришли депутат областной думы, префект и начальник управления общественных отношений. Рязанцам они обещали помочь. В первую очередь через обращение в управление ветеринарии. В депутатском запросе, которое я отправлю на основании заявлений жителей, я обращусь к руководителю управления с просьбой при проведении внеплановой проверки пригласить заявителя, меня как депутата, и соответствующих сотрудников администрации города для того, чтобы они присутствовали на этом. Что делать со свирепыми питбулями и самовольным приютом, власти решают вместе с жителями. Нужна, говорят, совместная стратегия. Документы на организацию приюта отсутствуют, но вместе с тем нет прямого запрета на содержание домашних животных в рамках, допустим, отведенного к границе своего земельного участка. Что это будет 5, что это 10, что это будет 20. Избавить мервенцев от страха могут и Роспотребнадзоры, и правоохранители. Но существуют и другие законные способы приструнить собачников. Например, через суд. Если собака при нарушении правил выгула, иначе она не может принести вред какой-то другой собаке, нанесла вред другой собаке, либо имуществу, то, соответственно, применяется вот эта статья, кодекса обстательных правонарушениях 6.3, и также возмещается ущерб, нанесенный пострадавшей стороне. Теперь Наталья остается надеяться на возмещение морального и материального вреда. Но она вместе с дочерью хочет более радикальных мер, поскольку эти же питбули терроризируют всю улицу. Совсем недавно загрызли кошку. Мне хочется просто избавить Мервинскую улицу от этих животных. Вот я не знаю, я очень хочу, чтобы мне кто-то помог как-то законным образом это сделать. Потому что я боюсь, что дойдет ситуация до самоприкладства, я не знаю, их отравит животных, что-то сделают с этим соседом. Депутат областной думы Александр Ачалов пообещал для начала идентифицировать принадлежность питбули конкретно этому хозяину. Если они ничейные, будет работать служба по отлову. Штраф здесь тоже будет уместен. Что касается незаконного приюта, решено обратиться в Роспотребнадзор. И для начала проверить, не превышен ли уровень шума от этих животных. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Уникальную операцию на позвоночнике провели врачи Рязанской ОКБ. Пациенту ввели специальный имплант, спасающий от хронических болей. Сейчас такие операции делают только в нескольких регионах страны. Притом сама процедура малоинвазивная, то есть ее проводят через небольшие проколы. Пациенту 40 лет. У него жалобы на хронические боли в нижних конечностях, говоря простым языком в ногах и поясничном отделе позвоночника. И если раньше эту проблему лечили только таблетками, то теперь появился новый метод. Для Рязани уникальный. Пациенту либо транскутанно, либо если нужно произвести какое-то хирургическое вмешательство через разрез, вводится электрод в спинномозговой канал. Подключаем этот электрод через сеть к рабочей станции. У пациента электрод подсоединен к стимулятору. Вот это вот так выглядит временный стимулятор, который подсоединяется к электроду. После операции электрод настраивают через блютуз и по рабочей станции подбирают такую частоту, которая подавляет болевой синдром. Систему настраивает врач, но сделать это может и сам пациент. И если в кабинете нейрохирургу есть где размахнуться, то в операционной такой возможности нет. Процедура малоинвазивная, делает ее через небольшие проколы. Если шрамик и останется, то будет едва заметным. А такой ход операции позволяет отпустить пациента домой почти сразу. Пациента мы отпустим, наверное, дня через три. Как бы проследим, подберем ему стимуляцию. Посмотрим, если он сам сможет в полной мере себя подбирать стимуляцию, то мы его отпустим. Если нет, то до конца подбора необходимой стимуляции, необходимой дозы, мы будем стимулировать его здесь в отделении. Такую технологию придумали на Западе. В России ее стали применять совсем недавно. В Рязани вообще впервые длится операция от 40 минут до полутора часов. Что примечательно, она бесплатная. Делают ее по ОМС. В дальнейшем планируют расширить адекватирование. Эта операция первая, но врачи уже прогнозируют, в год можно проводить около 20 таких. Теперь дело за диагностикой. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Фестиваль «Небо России» в этом году прошел раньше привычных сроков. Это не случайно. Даты сдвинули, чтобы рязанские молодые пилоты сумели подготовиться и выступить в чемпионате мира среди молодежи в польском городе Лешно. Сборная вернулась с призами. Пятый чемпионат мира по воздухоплавательному спорту среди молодежи стал для наших бронзовым. Сборная России, которую представляли Дмитрий Жохов из Тулы и Владимир Ермаков из Рязани, пропустила вперед лишь британцев и итальянцев. Это нормально для нас, потому что у нас и основная сборная показывает такой же результат. И мы особо не отстаем. Это для нас нормальный уровень. Можем лучше. Разрыв вообще минимальный. Мы вдвоем с Димой могли бы спокойно всех обыграть, если бы я немножко не подвел. В личном зачете Дмитрий Жохов завоевал бронзовую награду, что является серьезной победой. Владимир Ермаков – 24 место из 43 участников. На недавно прошедшем в Рязани Кубке России Владимир показывал неплохие полеты и стал третьим. А вот в Лешно не справился с некоторыми факторами. Все дело в условиях. Задания в основном были виртуальными. Привычных для пилота крестов было мало. Думаю, психологический фактор был, потому что первый раз я ездил на международные соревнования. Судья тоже спортивный был незнаком, и его задания, его принципы я не знал. Плюс еще брифинги на английском языке. То есть, может быть, какие-то мелочи от меня ускользали, которые доходили только во время полета. Впрочем, летать в Польше было проще, признается Владимир Роза Ветров предсказуемо, а потому обошлось практически без погодных сюрпризов. У нас рельеф намного интереснее. У нас есть много оврагов, у нас речная система, пойма. А там все ровно. Все ровно и все поля. Немножко леса. Соответственно, там прогнозный ветер, он, скорее всего, такой есть. Спортивный азарт проснулся, признается рязанский пилот. Чтобы выступать на молодежном чемпионате мира, у него есть еще целых два года. Дальше взрослый разряд. Настрой исключительно на серьезную подготовку и победу. Сейчас я чувствую в себе силы и возможности повышать навыки свои воздухоплавательные и что-нибудь довыигрывать. И для этого у меня есть два года, чтобы съесть на следующий чемпионат мира среди молодежи, выиграть его и уже отбираться в основную сборную. И хотя соревновательная часть сезона в этом году завершилась, в небе все еще можно наблюдать проплывающие аэростаты. Закроется воздухоплавательный сезон в октябре, если позволит погода. Марина Романюк, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В июне в подземном переходе около торгового развлекательного центра «Барс» на Московском шоссе после сноса торговых ларьков обнаружили старую плиточную мозаику с достопримечательностями города. На панно в резных наличниках изображены Рязанский театр кукол, площадь Победы, Дворец пионеров, памятник Сергею Есенину на территории Кремля, вид на Успенский собор и колокольню. С тех пор, как панно обнаружили дирекции благоустройства, приходится регулярно отмывать их. Вандалы беспощадно закрашивают произведения советского искусства. Это Площадь Победы. Место знаковое для каждого горожанина. Визитной карточкой Рязани площадь сияет на этих уникальных керамических панно. Вернее, сияло до прихода вандалов. Что за пустота в головах двигала владельцами баллонов с красками, мы уже вряд ли узнаем. А ведь это не просто фрески. Можно сказать, историческая реликвия. В середине 80-х, когда появляется центральный Рязанский универмах, он так назывался сначала, потом стал барсом, появляется тогда же и панно в стиле майолики, скорее всего. Владимир Васильевич Семинавтор, заслуженный человек, член Союза художников, график. И, возможно, даже в соавторстве с Антониной Петровной Исаченко. 12 сюжетов, все святые места нашего города, включая Площадь Победы, памятник Политаеву, театр кукол. В общем, все самое лучшее. Пока что памятником истории эти панно не признаны, но их аграфичивание у рязанцев вызвало только негатив. В соцсетях даже призвали найти то самую Наташу. А для сотрудников дирекции благоустройства города чистка настенных картин создавала дополнительные сложности. Как отреагируют советские шедевры на растворитель, никто не знал. Чтобы не испортить плитку, мы взяли спецсредство специально по плитке и мы оттираем уже постоянно на протяжении уже долгого времени. Уборку, переходы и помывку стен здесь проводят еженедельно. В планах более кардинальные меры, которые позволят сохранить этот удивительный переход из прошлого в настоящее. В дальнейшем у нас запланировано закрытие стен прозрачным поликарбонатом, для того, чтобы не попадало это все на саму плитку. И с поликарбоната как бы еще проще стереть все это и потом заменить так же, проще, чем затрагивать саму плитку. Потому что мы боимся, она может там отваливаться, там еще что-то такое происходит, бьется. Опять же здесь будут осколки, можно ноги повредить и все остальное. А в дальнейшем уже как бы после этого всего времени, я думаю, что наверное будет все-таки реконструкция, здесь будет все красиво и уже, я думаю, выглядеть может даже и камеры. Бороться с проявлениями такого вандального отношения к истории и облику собственного города, к сожалению, можно только наказывая. Установленные здесь камеры позволили бы легко выявить тех, у кого рука не дрогнула закрасить эти мозаики. Пока камер нет, остается надеяться на сознательность и призывать людей быть бережнее к тому, что нас окружает. Марина Романюк, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 21 августа завершается очередной археологический сезон, традиционно короткий, всего два месяца. Он между тем принес немало удивительных открытий и еще чуть приблизил ученых к картине того, как жили древние визанцы. Одной из буквальных сенсаций стала найденная в Кремле берестяная грамота. Керамическая детская погремушка молчала шесть веков, покрытая землей. И вот снова она почувствовала тепло человеческих рук, а голос ее звучит. Эта детская игрушка сохранилась в первозданном виде. А вот ее ровесники, глиняные кони, еще ни разу не оказались в руках археологов целиком. К сожалению, целых их вообще, если найдены, то единицы. Они очень быстро бились, они лепились из нескольких частей. Ну и когда ребенок играл, конечно, очень часто били в эти игрушки. Женский костяной гребень. Много столетий назад женщины также хотели быть красивыми. Грузила для сетей, наконечники отстрел, ключи и другие бытовые мелочи, найденные в роскопе Переславля-Рязанского, в нынешнем сезоне датируются началом середины 15 века. Год за годом, сезон за сезоном археологи уходят вглубь и веков, и культурных слоев. Неплохо сохранились с тех пор и деревянные артефакты. Вот здесь была настоящая улица древнего города, периферийная. Жили здесь люди попроще, чем на месте роскопа житного, что возле певческого корпуса. Вот этот настил, возможно, остался от хозяйственной постройки. Хозяев самой усадьбы археологи определили почти наверняка. Есть подозрение, что это усадьба кузнеца, потому что здесь найден кузнечный молот, а такие вещи просто так не валяются. Это кусок металла в 100 килограмма, а железо тогда очень ценили. Это крайне редкая находка, это буквально единичные предметы, найденные на древнерусских памятниках. И найдены шлаки. То есть такой комплекс нам позволяет предполагать, что это была усадьба кузнеца. Но настоящим сокровищем этого сезона стала найденная на территории одной из усадеб березта с надписями. Длина грамоты 8 сантиметров, ширина 2,5-3. Я даже не могу сейчас перечислить всего, что скрыто в этом маленьком кусочке бересты. Во-первых, с нами заговорили рязанцы. Мы не просто трогаем их вещи, не просто создаем их быт, их ремесла. Они с нами заговорили на своем языке. То есть мы можем уже говорить и орфографию, с которой они писали. И особенности произношения рязанского. Тут очень большое количество вопросов. Это довольно хороший текст. Полностью сохранились две строки. Третья строка обрезана наполовину. Расшифровать, что же написано на этом маленьком кусочке бересты, московским специалистам только предстоит. Возможно, им удастся восстановить и третью строку, которая обрывается. Рязань – всего десятый город страны, в котором обнаружена береста с письменами. Как заметил Владимир Завьялов, 50-летняя практика работы археологам показывает. Раскоп больше дает вопросов, чем ответов. И сейчас, с окончанием активного сезона, предстоит уже научная работа. Чертежи, расшифровки, разгадывание тайн, которые выдал новый культурный слой. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Городище Старая Рязань и тоже археологическая удача. Клад возрастом около тысячи лет обнаружили во время раскопок. Руководитель экспедиции рассказал о том, что же скрывалось в старинном сундуке. Кольца, цепочки и прочие украшения на видео – сокровища, которые нашли в Рязанской области. Клад необычен сразу со всех сторон, говорит руководитель Старорязанской археологической экспедиции Игорь Стрекалов. Например, возраст этой находки около тысячи лет – конец 11-го, начало 12-го века. То есть на сто лет раньше других 17 кладов, которые нашли в Рязани за все время. Состав находок отличается, естественно, состав вещей. Это не какие-то изящные элитные украшения, это вещи попроще, но тем не менее. Достаточно красивые, хорошо весящие, в том числе и денежные слитки. Так что этот клад, скорее всего, представлял собой для того человека, который его спрятал, ценность в первую очередь именно как металл. Сам же клад – находка случайная. Его обнаружил местный житель недалеко от зоны раскопок, в Овраге, на небольшой глубине. Коллекцию украшений передали экспедиции. Потом зону исследовали еще раз, но о других находках пока не сообщали. Сам же клад представляет ценность все-таки больше с археологической точки зрения, чем с денежной. Игорь Стрекалов рассказал, что находка может не только ответить на существующие вопросы об истории Рязани, но и задать новые. Клад, который, по нашему предположению, располагался недалеко от древней дороги, которая соединяла город с его дальней пристенью, располагавшейся около современного села Исады, позволяет нам найти еще дополнительный аргумент в пользу того, что эта дорога действительно существовала, и что она в тот момент уже использовалась жителями Рязани и людьми, которые пребывали в город. Находка позволит ответить и на другие вопросы. Как развивалось ювелирное дело и в Старой Рязани, и во всей Древней Руси в целом? Пока что это самый старинный клад, найденный в регионе. Эпидиция у нас ежегодно работает в июле-августе, то есть в летние месяцы в Старой Рязани. У нас здесь археологическая база, где мы ежегодно останавливаемся для проведения раскопок. И мы уже в течение нескольких лет проводим исследования на двух раскопах. На северном городище, в древнейшей части Старой Рязани, где как раз также пытаемся решить некоторые вопросы ранней истории города. А также второй раскоп на южном городище, городище эпохи столичного периода истории Старой Рязани. А еще, по словам Игоря Стрекалова, в этом сезоне львиная доля находок – это стрелы. И впервые обнаружен наконечник арбалетного болта. Известно, что арбалеты были на вооружении у рязанцев, однако фактически их никто не находил. Другая находка – производственное сооружение, которое только предстоит изучить. Валерий Седов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Смотрите наши новости и авторские программы на сайте телекомпании и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова